всем привет дорогие друзья зрители и подписчики моего канала с вами пранкстер и сегодня вы смотрите рубрику хейтеры в комментариях и данный выпуск называется бредоносцы в общем ребята данное видео посвящено тому что под я вот когда ты снял видео обзор на мой игровой монитор и внизу в комментариях под видео пришли очень много зрителей и хейтеров которые были ну я их условно назвал бредоносцы они просто столько бреда вылили в комментариях под этим видео вот и я решил сделать об этом обзор и этому посвящена целая рубрика в общем ребят кто не в курсе или кто подзабыл то предыдущий выпуск который вы можете найти в плейлисте хейтеры в комментариях на моем канале предыдущий выпуск был посвящен завистникам которые пришли под видео обзор моего пк и предыдущий выпуск хейтеров комментариев он назывался завистники и он был формате детального обзора то есть это прям вот был детального разбора то есть это был прям детальный разбор их комментариев я приводил на их тезисы я приводил анти тезисы какие-то свои тезисы контр тезисы знаете ребят в данном выпуске не будет такого что я буду как-то комментировать супер развернуто в том плане что не буду приводить какие тезисы потому что в данном выпуске вы не увидите никого кроме бредоносцев они просто несут бред и я постараюсь как бы максимально подробно ответить но тем не менее вот и прям детального детального разбора не будет в общем давайте ребят перейдем непосредственно к разбору и так дорогие друзья сейчас мы перейдем по рассмотру комментариев бредоносцев как я уже сказал они не требуют каких-то антитезисов глубокого размышления на эту тему как это детальных ответов но тем не менее постараюсь ответить так чтобы люди которые допустим слава понимают мониторах либо слабо понимать в том что эти бредоносцы пишут я постараюсь как бы немножко расширенно ответить но это все-таки будет не детальный анализ как был на приду в предыдущем выпуске завистников там был прям детальный анализ здесь такого ребят не будет здесь будет исключительно как бы строго по теме вот и сразу ребят вам также представлю то что на заднем плане вы видите прохождение игры warzone 1 это 2022 году я проходил warzone на карте кальдера как карта как так и сама игра сейчас не является не находится в открытом доступе эти игры сняты с открытого доступа их невозможно уже поиграть поэтому такой вот небольшая ностальгия для меня и для вас играет воспроизводится точнее на заднем плане в общем итак первый комментарий данный комментарий открывает наш выпуск он очень запутанный здесь прям каша но давайте тем не менее приступим к его разбору вообще не понимаю зачем в время настолько маленький экран и эта частота 165 герц даже rtx 4090 не вывезет игры в подобном разрешении то есть человек пишет то что маленький экран пишет то что частота 165 герц и пишет что видеокарта rtx 4090 то есть какая-то каша причем тут видеокарта причем тут частота обновления экрана причем тут размер экрана и причем тут еще то что не вывезет игр в подобном разрешении в каком разрешении ничего не понятно комментарий полностью соответствует нашему выпуску это бриллионосец это полный бренд я специально даже не замазываю ники специально чтобы вы понимали то что это реальные люди то что я не специально это ребят все подстроил что-то не какая-то там подстанова в общем экран пишет то что у меня маленький в ней не маленькие экрана занимают большую часть стола и стоит 33 сантиметров от моего лица знаете ребята и могу назвать мой экран большим потому что все таки точнее по огромным потому что он не мешает мне никак то есть я не чувствую никого дискомфорта и среднем назвать не могу потому что мне хватает прямо вот ну прям top поэтому но это просто большой экран не огромный просто большой хороший экран частота standalone 165 герц до действительно вместо 6 5 герц и по поводу игру подобного разрешения но Может быть, он имеет в виду 2К-разрешение. Знаете, ребят, это полный бред. У меня видеокарта 4060 Ti, а не 4090. И у меня игры идут в 2К-разрешение. Точнее, даже не в 2К, а чуть выше. UHD, то есть это 1440. Ну, для простоты понимания я буду называть 2К. У меня идут игры в 2К-разрешение. Так, плюс еще я записываю эти игры в 2К-разрешение, либо стримлю. А это дополнительная нагрузка на процессор, на видеокарту. Поэтому мне хватает видеокарты для того, чтобы позволить себе играть. Не только играть, но и записывать или стримить в 2К-разрешение. Поэтому этот комментарий полностью бредовый. И по своему содержанию, по своей концепции и вообще. Чуть ниже, по-моему, тот же самый пользователь пишет комментарий. Да, это тот же самый пользователь. Слушай, у меня стоит карта помощнее твоей. Но он, может быть, имеет в виду 4090. Но столько кадров не выдает в разрешении 3440 на 1440. То есть, смотрите, этот комментарий, он еще более бредоносный, чем первый. Объясняю почему. У меня 2К-разрешение. И монитора. Разрешение чуть выше, чем 2К. Но для простоты понимания, чтобы вы не путались, чтобы я сам себя не запутал. Сейчас я буду говорить 2К. То есть, у меня разрешение экрана 2К и видеокарта 4060 Ti. Что пишет человек? Что у него видеокарта 4090. И разрешение его монитора почти 4К. То есть, что-то среднее между 2К и 4К, но чуть ближе к 4К. То есть, это совсем другой монитор. Совсем другое разрешение. Совсем другая видеокарта. И человек просто влез в мои комментарии со своими параметрами и пишет, что у тебя пранкстер. Вот такие характеристики. 4060 Ti и 2К-монитор. А у меня 4К-монитор практически. И видеокарта 4090. И у нас не совпадает. У меня нет такого количества кадров. Так потому что у тебя и видеокарта другая. И разрешение другое. Вот почему. То есть, человек просто настолько бред. Я просто, кто и до сих пор не понял. Поэтому человек пишет, что у него другое количество кадров в секунду. Но при этом он говорит, что у него другой и монитор, и видеокарта. То есть, и зачем этот комментарий было вообще оставлять? Ну, если у тебя все другое, ну и радуйся. Ну, или ищи обзорщика, который сделал обзор по характеристикам близким к твоим. Я бы понял еще, если бы у меня, например, 4К-монитор был бы. Я бы еще это как-то понял. То, что я, мол, хвалюсь тем, что у меня 4К-монитор и видеокарта 4060 Ti. Но у меня вообще другое. Все другое. То есть, человек явно набредил. И такой вот бред, знаете, хочется просто прийти к человеку и спросить, зачем ты этот комментарий вообще написал. Ладно, переходим к следующему комментарию. Тут таких комментариев, слава богу, немного. Как, похоже, тот же самый пользователь, да. Как 4060 может хватить даже в 2К в таких играх, как Ведьмак 3 и Киберпанк? Для КС там любой комп вытянет, это понятно. А более сложные игры. Опять-таки, в конце комментария нет ни точки, ни какого-то вопроса, ни вопротительного знака. То есть, просто более сложные игры. То есть, я должен по концепции понять, что он имел в виду. Ладно. По поводу Ведьмака 3 комментировать не буду. Это Ведьмак 3, это не требовательная игра в плане графики. То есть, хотя графика хорошая, но тем не менее, на моей видеокарте там будет почти 200 FPS. Это я комментировать не буду. По поводу Киберпанка. Смотрите, Киберпанк я играл на PlayStation 4 Pro. Вот. И записывал, и видео есть на канале. Но, смотрите. По поводу Киберпанка. Это, ребят, миф. То, что эта игра какая-то супер требовательная. Дело в том, что когда вышел Киберпанк, он вышел недопиленным, он вышел сырым. И у людей возникали баги, фрезы в игре. И многие люди из-за этого думали, что игра требовательная. Это, знаете, мне напомнило ситуацию, когда в 2017 году или каком-то там 16, я не помню, вышла Assassin's Creed Unity. Это Assassin's Creed Единство. Это где Ассасины во Франции. Вот когда эта игра вышла, несмотря на то, что она была прям в хорошей графике, хорошей детализации, до сих пор там все отлично в плане графики. Но она вышла недопиленной. И люди думали, что эти баги, которыми они сталкиваются в игре, связаны с тем, что игра супер требовательная. На самом деле, ребят, игра была нетребовательная. Игра была просто недопиленная. То же самое, например, взять трилогию ремастера GTA. Тоже игра вышла недопиленной. Люди столкнулись с кучей багов. И начали говорить то, что игра требовательная. Ребят, это нетребовательная игра. То же самое Киберпанк. Киберпанк вышел сырым, очень сырым. И разработчики выпустили, по-моему, три патча в течение года, для того, чтобы это все пофиксить. И только, по-моему, в 2023 году они выпустили полностью что-то вроде ремастера. То есть они прям выпустили полный патч, полное обновление всех пакетных, всех пакетов. То есть обновление и графики, обновление всех механик. То есть, по сути, сделали просто в 2023 году, насколько я помню, просто другую игру. То есть разработчики в 2023 году просто взяли и, по сути, переделали полностью Киберпанк. А когда он вышел, до всех патчей он был просто сырой. И люди сталкивались с кучей багов. И из-за этого сложилось такое мнение, что Киберпанк является какой-то супер требовательной в плане железной игрой. Это полный, ребят, бред. Ничего там такого требовательного ни в плане графики, ни в плане детализации, ни в плане механик каких-то. Ничего там такого нет. То есть это обычная игра, обычная, как бы, в плане, ну, не прям топ. То есть это не... Вот в плане прям топа я могу назвать, например, Red Dead Redemption 2. Она очень требовательная. Допустим, условно, допустим, там Assassin's Creed, например, Valhalla. Тоже достаточно требовательная игра. Но, допустим, Hogwarts, Legacy тот же самый. Хотя, ну, там уже ближе, скажите, ничего. Прям топовые, прям очень тяжелые. Но, допустим, допустим, серия Call of Duty, в принципе, всегда они отличались тем, что игры очень требовательные. Но, тем не менее, ребят, Киберпанк является нетребовательной игрой. Вот, ну ладно, я уже немножко, как бы, замечтался. В общем, возвращаясь к комментарии, могу сказать то, что 40-60 может хватить. Якобы не может хватить в таких играх. Знаете, ребят, я проходил на своем ПК немного игр, но, допустим, я могу вам точно сказать, однозначно, то, что я прошел Hogwarts Legacy, я прошел, играю War Thunder на ультра-среднастройках графики со всеми включенными доп. параметрами. И у меня это все в 2К качестве, с ультра-настройками текстур, вот если говорить про War Thunder. И при этом всем я еще и стримил, либо записывал игры. То есть, как бы, видеокарты более чем хватает, и этот человек просто, ну, просто не разбирается в чем-то. Знаете, Ведьмак 3, это старая игра, нетребовательная. Киберпанк тоже нетребовательная игра, просто изначально была не дофиксена. И он пишет то, что 40-60, хотя у меня 40-60 Ti. Пишет, что может, типа, якобы не хватает. Ну, то есть, просто человек, ну, не разбирается в этом. По поводу КСки написал, то, что вытянет любой комп. Ну, это потому, что я в самом видео говорил о том, что КСку тянет любой комп. В общем, человек просто не шарил, решил сумничать, получился бред. Следующий комментарий. Так, это на этот раз уже другой пользователь. Так, вот, предыдущий пользователь, вот, отдам ему должное, такой отборный бред, ему вот надо участвовать в конкурсе бредоносцев. То есть, прям, первые места бы занимал стабильно. Такой бред пишет, и сами приложения у него, сам формат комментария, он настолько неграмотный. То есть, непонятно, там, закончил он приложение, то есть, или там что-то иметь в виду. То есть, в общем, человек просто занимается отборным бредом. Следующий комментарий. Показать вам такой же монитор, только фирмы Classic Solution. То есть, Ardor, такой же Monik и 4 скобочки. Знаете, ребят, в России это большая проблема, то, что люди вместо смайлика пишут скобочку. То есть, вместо двоеточки или точки и скобочки, люди пишут просто скобочку. Но это еще полбеды. Но это выглядит, знаете, как будто человек сидит с этого, с калькулятора. Кстати, мне когда в реальной жизни люди пишут, то есть, там, в смс-ке, ну, мои знакомые, допустим, там, пишут мне какую-то смс-ку, там, в WhatsApp или на телефон, они когда пишут и ставят такие скобочки, я у них всегда спрашиваю, ты с калькулятора сидишь или нет. Потому что, ребят, смайлик, это интересно, это смешно, это забавно. А когда человек пишет скобочку, ну, это, как бы, говорит о том, что у человека, ну, как бы, какое-то слабоумие. А 4 скобочки, там, 3 скобочки, 10 скобочек, это просто, знаете, это просто из разряда, что человек как будто сам говорит, что он чем-то болеет в умственном плане, каким-то недугом умственным страдает. То есть, вот человек пишет то, что... И комментарий, кстати, полностью соответствует вот этому моему мнению по поводу скобочек. То есть, человек пишет то, что... Вот чем-то похоже на самый первый комментарий, когда человек привел совсем другие данные и написал то, что у него другие характеристики при этом. Здесь вот похоже, то же самое. Пишет человек то, что... Такой же Monique, как у меня, типа Ardor Gaming, точно такой же Classic Solution, то есть разные фирмы. Ребят, я вам сразу скажу то, что кто не понимает. Разная фирма, это разные поставщики, разное качество сборки, разное качество изготовления, если разные поставщики каких-то комплектующих. То есть, это совсем разные, начиная от упаковки и заканчивая финальной сборкой. То есть, это все совершенно разные, ребят. Начиная от комплектующих, заканчивая выходной продукцией, это совсем разные как бы. И фирмы не могут быть разными, а продукты одинаковыми. Это знаете, как в рекламе Twix. Есть правая палочка, есть левая палочка. правую палочку поливает вдоль а это поперёк ну то есть но не бывает такого что одинаково там что-то производят а фирмы называются по-разному такого быть не может дальше следующий чел это же msi моник только в ордер корпусе сразу ребят сразу буду пояснять чтобы не затягивать от с ответом то есть опять человек пишет то что мы саймоник это так ну короче то же самое разные мой разные фирмы моников одинаковые моники не знаю кто их производит но у меня все то же самое на msi моники пишет человек что у него все то же самое на скобочках уточняет только диагональ на моем больше 31.5 дюйма дальше пишет чтобы все функции в нем работали даже hdr тебе то есть мне надо снижать частоту экрана при этом при том же разрешении и включать опции не на моники а в драйверах видеокарты пишет что не знает как на роде на родионах но у nvidia все плюшки включаются в панель управления nvidia в общем ребят человек я набридил причем тут родион если у меня nvidia в общем человек пишет комментарии часом просто переведу с его языка на нормальный как бы от его имени пранкстер у меня точно такой же моника как у тебя на у меня и мы сайт но у меня диагональ больше hdr не работает без снижения частоты экрана и и опции работают не на мониторе а в драйверах а так у нас того одинаково и одинаковые мониторы то есть человек вот настолько бред несет что просто даже хочется просто свайп на сейчас он следующий комментарий и не заостряться на нем в общем я надеюсь достаточно понятно объяснил их объединит эти два комментария объединю в один 13 минут чтения скринов это конечно слишком можно было и в 10 минут уложиться смотрите ребят для тех кто кому кажется что что видео на монитор который длится час из которых 13 минут чтение в записи экрана это много то вам объясню во первых когда 13 минут записывал экран я записывал не только описание характеристики страницу магазина я также записывал четыре вида матрицы то есть различия по матрицам то есть чтобы человек который случайно открыл мои видео и при этом он планирует купить монитор чтобы он посмотрел мои видео имел представление только как а конкретных там разрешение опциях функциях герцовки но также имел представление о матрицах и все это представление я уложил в 13 минут чтобы у человека с грандсмил сложилось представление и понимание какой монитор ему нужно взять какой матрицы с какой герцов каким разрешением по поводу того что все видео можно было 10 минут уложиться знаете можно и минуту уложиться если снимать какой-то шорс я не вижу смысла экономить по времени даже вот сейчас вот я с вами общались и не вижу смысла как-то супер-пупер экономить по по метражу видео но тем не менее могу вам так сказать то что можно было бы и в три минуты уложиться знаете но я всегда хочу чтобы была детальная разборка установка обзор мое мнение чтобы было ясно и четко в любом видео я и поэтому и на монтаже конечно вырезаю очень много моментов очень много чего вырезаю также все мои видео в основном идут ускоренными то есть на 20 процентов на 10 процентов для того чтобы сильно не затягивать видео вот но тем не менее я считаю то что то что видео по монитор длилось час и можно посмотреть посмотрела более 3000 зрителей я считаю то что это немного потому что я реально каждую минуту что-то рассказывал и что-то интересное и что-то такое что ну должно понравиться большинству моих зрителей и это говорит кстати также об этом говорит количество лайков которые зрители оставили под тем видео в общем давайте придем к следующему комментарию это последний комментарий это топовый бред на сегодня оставила его екатерина 9207 это топовый ребят бред такого бреда вы вряд ли где-то целенаправленно можете увидеть в общем давайте я его озвучил потребление почти как у лампового тв скобочка закрывается скобочка закрывается скобочка закрывается скобочка закрывается горит как до батарея потребление выключенном режиме 5 ватт в работающем 60 ватт знаете ребята греться может то в чем есть процессор если процессор есть нагрузка то есть греться может телефон греться может процессор пока греться может видеокарта греться может даже жесткий диск но чтобы монитор грелся в мониторе ничего не происходит в мониторе монитор не производит никаких вычислительных действий монитор если на нем запущена игра то он никакое отношение к этой игре не имеет он его он ее просто транслирует с пк конкретно с моего случая с видеокарты потому что у меня монитор подключен непосредственно к видеокарте то есть монитор просто показывает то что что собственно производит видеокарта выдает видеокарта и в мониторе в принципе не может проследить это процессов чтобы монитор нагревался это первый момент второй момент у монитора 60 ватт потребления мощи с такой под таким потреблением он точно не может греться потому что если бы он грелся бы потреблял больше а у него максимальная пропускная способность потребления 60 ватт сюда же чисто физически не может греться вот это что пишет как доп батарея доп батарея к чему то есть если она и скорее всего она имеет ввиду то что в квартире есть батарея отопительная вот это как 2 батарея за это ребят читает данные комментарии слава богу я ред закрыл артиpen комментарии чтобы вот эти комментатор и но заг reserves комментарии под тем видео чтобы комментаторы встречают зрители заходя в комментарии не натыкались на этот бред и этот брит не водил в заблуждение Потому что, например, читая данный комментарий, сладится ощущение, что у Екатерины такой же монитор, как у меня, и он греется, как дом-батарея. Но, ребят, я вам скажу по своему опыту, я пользуюсь все-таки монитором уже более чем полугода. Ни разу я не видел, чтобы он грелся. Даже дотрагиваться до него ни разу, не то чтобы горячим бы он не был, он даже теплым не был. То есть обычная комнатная температура, то есть никакого теплоты от него не исходит. И уж тем более, чтобы я сидел, и мне было жарко, это полная чушь, это полный бред. И вот эти вот четыре скобочки, я надеюсь, вам скажут о многом. Потому что с человеком, я, ну что-то не так. Потому что она пишет четыре скобочки, точки нету, и сразу новое предложение без пробела. Ну, в общем, у всех вот хейтеров, у них у всех вот есть такая черта, они все неграмотно пишут. Вот любой комментарий взять, неграмотный, неграмотно поставленный вопрос, неграмотно переданная концепция того, что они хотят сказать. Неграмотное объяснение, собственно, своей ситуации, если они о чем-то спрашивают. В общем, слава богу, это был последний комментарий. Знаете, ребят, всегда такие комментарии тяжело читать, потому что я всегда, как бы, пропускаю их через себя. И хочется, как бы, ответить максимально подробно, максимально передать все те эмоции. Но это такой вот бред, что не хочется в нем больше плавать. В общем, слава богу, это был последний комментарий. Давайте все-таки закончим. Перейдем к завершению данного видео. Благодарю каждого из вас, кто досмотрел до этого момента. В общем, ребят, хочу сразу вам сказать, что я не считаю своих подписчиков хейтерами. Я знаю то, что хейтеры это люди, которые случайно наткнулись на какое-то видео, написали комментарии. Им от этого стало легче на душе. И они пошли по другим видео, собственно, возможно, у них такое ремесло, оставлять такие комментарии. В общем, я знаю то, что мои подписчики также меня смотрят. Я ни в коем случае не считаю своих подписчиков хейтерами. Я знаю то, что у меня самые лучшие подписчики, мои постоянные зрители также точных хейтерами не являются. Все, что я сказал в данном выпуске, ребята, является моим мнением. Вы можете с ним быть согласны, вы можете быть с ним не согласны. Но в любом случае я никого не хотел оскорбить. Если кого-то случайно оскорбил, задел, прошу, ребята, прощения, не хотел этого делать. В общем, вы можете быть согласны, не согласны с моим мнением. Но я надеюсь, я достаточно правильным способом донес до вас эту информацию о хейтерах. И в данный выпуск был интересен, полезен. В общем, с вами, ребята, был Пранкстер. Надеюсь, следующего выпуска не будет. Надеюсь, просто не будет у меня повода сделать следующий выпуск. Вот. С вами был, ребята, Пранкстер. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео, пишите комментарии. И задавайте вопросы, если они у вас остались. Всем спасибо. Всем пока.